итак привет господа пчеловоды сегодня у нас 18 апреля и я делаю все же таки отводки но хочу показать нюансы которые способствуют тому чтобы это делать и некоторые хитрости некоторые замечания так как я январе делал сейчас сильный ветер поэтому я покажу что я делаю что можно делать и что не нужно делать а потом объясню а то из-за этого сильного ветра не так все удобно но вот этой процедурой я сейчас занимаюсь как бы вынужденная мера вот опять сейчас я вам показывал максиму никуткину пример и пример на маленьких семьях нуклеусы опять-таки мураши-мураши это наши наши ближайшие дружбаны и вот те пчеловоды которые научились смеяться хихикать что рамки звенят что семьи маленькие на трех рамках все это правильно кто вам мешает чтобы у вас рамки не звенели и семьи были мощные мне вот например никто не мешает заниматься вот этой процедурой и что я с этого имею значится это опять-таки касается рейлов то что не бывает раев это вот тем пчеловодом которые сегодня по своей неопытности залетели в этой вот видите я оставляю вот она это волшебная щель остается мне солнце отсвечивать не знаю видно нет и вот начинаем делать то что так мед это это я подставлял рамку для следующего меда это была процедура в январе вот пчелы вот он свежий мед и вот она та самая умность про которую я вам господа пчеловоды начинающие пчеловоды вот хотите вот такую рамку ставьте у кого нету а хотите вот такую рамку ставьте но вот это вот труд не и и вот сюда хорошо вот сюда хорошо и пошло-поехало это расширение гнезда называется против раев труд не с медом уже свежий мед идет у нас температуры плюс 10 ночи минус 2 днем вот сейчас плюс 10 ветер и я по-быстрому сделаю то что должен сделать вот вы поняли да одну рамку я воткнул так вот он расплод червление расплод червление расплод и вот к матери к матери я опять таки подставлю вот она рамочка вот смотрите какая красивая видите да здесь еще мед с того года это вообще даже нету подождите я давайте я вот эту возьму того года сначала вот эту поставлю вот вот эту поставлю теперь вот он здесь должен быть расплод опять таки должен быть вот они труд не расплод и все остальное все как по книге это вот я то что делал в январе это что у вас диванных экспертов вызвало смех что рамки звенят что и вот сейчас видите вот эта рамка встает сюда вот вот она это то что называется против райов вот видите да теперь прикроем чтобы меньше излить их так что вот вот это сразу утеплитель и еще с января уберем как видите мыши и мураши наши близкие друзья не знаю что придумать но травить у нас нельзя ничем или меня место или в вали или вали так что максим я видел твои ролики как ты продаешь семьи семьи очень хорошие я тебе сразу скажу товарный вид у семей прекрасный максим никуткин канал и как покупатель доволен я об этом поговорю попозже вот видите да и вот смотрите опять пчеловоды вам совет даю смотрите вот я об этом уже уже четвертый сезон начал говорить вот с медом уже свежий мед чувствую вот покажу даже не вижу но чувствую тяжелая рамка я ставил это подмет вот видите да вот свежий мед перга все как в книге но только книга называется странное пчеловодство у вас про это никто не пишет при температурах вот она видите да рамка пустая это то что определить какой взяток идет и как семья развивается так вот перга свежие вот засев труд ней труд не выходят труд не выходит труд не продолжает выходить ветер сильный поэтому пленку сдувать и вот еще вот смотрите опять для тех пчеловодов которые не понимают вот видите пустая рамка у меня пчеловождение на пустых рамках без щенки но я об этом три сезона говорил сейчас повторюсь три сезона говорил сейчас повторюсь объясню чё к чему и поговорю с теми с теми диваны эксперты потом потом много интересного я сейчас буду говорить просто холодно и вот с медом я сейчас ставить не буду пустые с того года вот видите да пустые того года которые вот так так вот вот видите вот она матка видите да чтобы вам не показалось то шутки с вами хороводят и вот она еще вот расплода не так много но я об этом много рассказывал что что зависит для того чтобы было мало расплода но много пчелы вот то что сейчас кваскаются много расплода ой 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 не существенная не существенная и вот вот все так закрою я хоть и знаю что для них это не холодно не холодно но 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 ветер сильный не хочется мне их студить и вот еще смотрите господа пчеловоды что очень важно сейчас вот видите да с двух сторон вот первая щель вот она золотая щель видно вам нет не вижу что-то вот вот золотая щель вот она видите да и вот она золотая щель и так максим опять таки к тебе обращаюсь ты показываешь клиентов которые купили семьи шикарные семьи но там есть один нюанс я об этом попозже вот эта семья она уже не стоит вот например у нас конце марта и в начале апреля я тоже продаю семьи тоже продаю семьи но конечно они посильнее чем вот эти в два раза должна быть сильнее семья чтобы ее продать и и стоит она всего 800 долларов от 500 до 800 долларов вот эта семья уже вот сегодня к 15 мая вот к 15 мая здесь будет вот сейчас 20 рамок видишь да максим 20 20 рамок 15 мая тебе покажу здесь и будет 40 рамок и будет она стоит всего лишь 250 максимум но за 300 уже будет тяжело продать 250 почему потому что это уже потому что потому это долго объяснять но я к чему вот ты максим с группой поддержки которые говорят что западло со мной разговаривать потом другие пчеловоды которым я задал вопрос задал вопрос что же такое что же такое поднесся расплод и и я не буду называть имен я не буду называть имен но я задал этот вопрос четырем 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 блогерам это они серьезные блогеры я с них начинал свою деятельность ясни от их него пчеловодство от этого беспредела которые они творят я именно поэтому и вылез на youtube что вы блин а чё это я забыл пчел ну ладно потом поставлю именно поэтому я вылез на youtube и его четверым ютубером я задал вопрос что же такое подмерзание расплода и одни например за рюмкой чая они постоянно там два хихикалы есть и у них им всегда может быть сейчас игнорирует русский язык не понимаем вопроса а русские реальные русские ребята которые и по-русски понимают в начале я посылал видео когда вот я в эти семьи подставлял рамки в разрез называется рамки в разрез максиму никуткину второй пример пример или что там было пример по моему ну и короче двум как скажем северянам и двум южанам я задал вопрос на что там подключились и и группа поддержки которая по-хамски просто но я не вижу смысла это детский сад не смогли они ответить такое впечатление что все четверо два южанина и два северянина читали одну и ту же книжку своего личного опыта не оказалось но есть что например семья подмерзла что нельзя вот так вот это делать нельзя потому что семья подмерзает и расплод подмерзает об этом сейчас холодно мозги дуют честно говоря хотел много говорить но мозги что-то дует и я не могу сосредоточиться фишка в том что вот эти пчелы вот эти пчелы состояние их было конечно у меня вот к общепринятому пчеловодству есть вопрос вот особенно последние 4 года есть такая проблема что в декабре месяце уже сироп этот сахарный сироп он кончается я вынужден в январе я это объяснял в 15-10 числа января делать то что я делаю но для вас пчеловоды начинающие вот то что я показал этого категорически делать нельзя с вашими пчелами с вашей подготовкой к этому делать нельзя но можно вот у вас клуб клуб он сидит вот на 5-6 рамках вот на 5-6 рамках у вас сидит клуб в вашем случае надо первые 3 рамки только взять или первые 2 рамки взять вот где реально сидит пчела вот эту откидываешь вторую откидываешь ставишь рамку с медом с сиропом потом с пчелой рамку с медом и с пчелой вот то что я делаю у меня был страх что он подтвердился этот страх что до марта рамки будут опять пусты потому что я много раз рассказывал что нельзя держать в зиму сильные семьи которые больше чем футбольный мяч баскетбольный мяч это очень опасно это чаевата и вот она это чаевата вырулила что я то заполнил все рамки раздробил семью и я опять таки за 4 сезона я рассказывал что в этот момент 20-30 процентов пчелы рухается потому что холодно рамки холодные сильно пчела остывает но это вынужденная мера если я этого не сделаю то вся семья рухнет вот малые семьи малые семьи которые вот я сейчас Максиму показал они прекрасно даже и в том случае когда я показывал Максиму группа поддержки и Максим они смеялись над этим называли это пургой и все остальное и получается что я сейчас я то придумал способ потому что в этом году я попробовал еще один способ как же все таки избавиться от этой проблемы чтобы не лазить в январе у меня же это тоже больной вопрос ну вот пчеловоды у которых опыт есть именно на сиропе которые закармливают сиропом эта проблема была пожизненна у всех и Кашковский о ней я недавно слышал ролик егошний Сибирь на сиропе и именно мои подозрения которые у меня были они подтвердились и я услышал те золотые слова которые я слышу от Кашковского на протяжении всей своей этих пяти лет и моя наука с ним абсолютно сравнивается одинаковая только иногда когда идет раскос я об этом говорю вот этого Кашковский никаким боком не скажет и не признает это только странное пчеловодство творит вот эти чудеса благодаря которым вот эта семья через две недели ее нужно будет ставить второй этаж к 15 мая должно быть 40 рамок пчелы поэтому Максим то что ты показал молодец старайся но опять таки там есть нюансы которые я не буду сейчас говорить чтобы как бы короче не буду я это сейчас говорить но вот про свою пчелу могу сказать что к 15 мая вы увидите что здесь будет 40 рамок вот такое вот вот такие мои познания а то что я сейчас вам показывал с Максиму Никуткину пример три это те маленькие семьи которые в зиму уходили на трех рамках эти обычные семьи которые уходили на 20 рамках вот сегодня 18 20 рамок так что я к чему вел разговор то что вот те пчеловоды которым я задал вопрос мне стыдно за вас что благодаря вашим познаниям они настолько дешевые настолько бедные что благодаря этому вы сегодня опять таки начинаете заниматься ройблудством по вашей вине вы провоцируете раи и при этом когда я пытаюсь вам помочь рассказать показать вы начинаете надо мной хихикать прикалываться я лишь могу пожелать вам хорошо разродиться с этими раями чтобы вам уж сильно это не повредили те места которые у вас думаются и желаю всего хорошего с этими наукой раёв так как я вы ковыряете меня что 45 лет и я тупой но вот за 45 лет ни одного роя знать не знаю и вот опять таки я к диванным экспертам обращаюсь прежде чем начать судить вы сначала заполучите вот таких пчел чтобы сегодня 20 рамок полные полные рамки и полные кстати если кому интересно вот процедура что же получается что получается почему я это делаю и вот те блогеры которые говорят что нельзя этого делать а я это делаю но я то говорю что вы блогеры не знаете вы знаете слова но вы не знаете значение этих слов а я знаю это значение этих слов могу подробно объяснить что же происходит семьей если вдруг холодно вот у нас же сейчас всего лишь апрель и у нас морозы и минус 10 и могут минус 15 быть снег но вот что получится если вот в этой семье вот видите да я ее раздул если вот такая температура будет минус 5 плюс 10 и плюс 15 то с этой семьей ничего не произойдет а вот и я же точно также могу объяснить ваши проблемы с доданом это бла-бла которая сегодня льется с уст ваших блогеров она не соответствует вы не делали никогда этого то что вы говорите и вы просто так мягко говоря шутите что есть какие-то проблемы проблемы если в том случае если вы как уже сегодня вот максим опять-таки хочется под затыльничек дать начинаете умничать опять с этими полосками с этой химией вот они семьи ничем не обработаны и не обрабатывались никогда ничем никаких лекарств никаких и вот эти вот глупцы которые говорят что европа и у вас чистые пчелы воротозу разницы нету где вас харить по всему миру он вас харит и на чукотке и где угодно на севере на юге он вас имеет но у странного пчеловода вот сейчас он слышит мой голос и он уже вывалился потому что я с ним на ты вы господа пчеловоды с ним на вы и поэтому чем больше вы будете хихикать над странным пчеловодством вы так и не сможете штанишки то одеть так и будете хихикать с голой попкой так что извиняюсь за грубости но вы меня уже сильно сильно расстраиваете пока пока всем привет это